Здравствуй, зрители, проходящие мимо. Если ты в поисках вот такой штуки, для вот такой штуки, и сомневаешься, надо ли тебе оно или нет, то оставайся. Оно тебе надо! Вот честное слово, надо-надо, очень надо. В общем, заказала я на днях к своей Соньке домик. Долго думала, что лучше чехольчик или сумочку. На сайте советовалась и на коробочке лучше такую вот сумочку. И куча всякого другого похожего. Но именно такая сумочка была на коробочке, где жила вот эта Сонька. Насчет чехольчика был такой вопрос, что возможно, если у меня будет друг аккумулятор чуть побольше, еще чуть побольше, то оно тупо не влезет, не застегнется. А если будет вот таким родным, то есть такой шанс, что именно вот эта модель с тем чехольчиком может быть и влезет, но вот с очень сильным трудом. В итоге я решила заказать себе вот эту сумочку. Разница в цене чехольчик от сумочки на сайте Сони и в ближайших просто сетевых интернет-магазинах, компьютерной технике и не очень, 300 рублей. 999 без копейки без рубля. Грубо говоря, 1000 без рубля это чехольчик и 1300 без рубля вот такая сумочка. Что у нас тут? Я еще не отсобачивала. Это в ДНС я покупала, сделано, конечно, в Китае. Тут у нас такой номер, сантиметры. Сумка Сони LCCS. ЛС, которая С русская, СС, которая как доллар, тире У1.1. ЛСС У1, грубо говоря. И, в общем, тут у меня уже, правда, вот эта вот вещь, которая внутри была. Тут инструкция по-русски даже есть. Да, я снимаю сейчас на випку, потому что, как бы, и рада бы снять на это счастье, но, как бы, его приходится, придется показывать периодически в кадре. Можно, конечно, снять на другую Соньку, но у меня винда уже часа 4 обновляется. За что не люблю винду и предпочитаю Linux. Linux, если обновляется, то это не мешает вашей работе. А вот винда обновляется-то, ничего не сделаешь на компе вообще. В общем, что тут у нас говорят по-русски? Такая вот бумажка. Без бумажки мы букашка. Бумажка, русский, футляр. Это у нас на самом деле не сумочка, это футляр. Не хухры-мухры. Футляр. Применение. Не оставляйте футляр под прямым солнечным светом. В закрытом автомобиле или возле обогревателя. Автомобиля не имею, к сожалению или к счастью, оставить не смогу. Если поверхность футляра станет влажной или грязной, протрите его мягкой, сухой тканью. Не используйте сильнодействующие химикаты, например, в спирт или жесткую щетку. Так как это может привести к повреждению, обесцвечиванию или изнашиванию футляра. В редких случаях футляр может загрязнить вашу одежду или устройство из-за условий использования. Сразу вспоминается седло моего велика, которое периодически умудряется загрязнить при жаркой погоде или при мокрой погоде мои светлые джинсы. До сих пор окрашиваются. Так, что тут у нас дальше? При использовании футляра с водоотталкивающей застежкой молнии, открывание и закрывание защелки может быть слегка затруднено. Не совсем поняла вот этого прикола, но да ладно. Может кто-то, услышавший мое чтение, поймет лучше, чем я. И в камен так вякнет, если не сложно, если вдруг поймет. Если футляр оснащен карабином, используйте этот карабин только для данного футляра. Изготовитель Sony Corporation, адреса 171 Konami, NATO Q Tokyo 108 0075, Япония. На самом деле сделано это китайцами. Только для моделей, предназначенных для рынков России и стран СНГ. Ну и тут им партнер на территории стран Таможенного Союза Sony Electronics, потом представительство в Казахстане, ну и на остальных кучей языках тоже есть, включая корейский. Вот. Вот бумажечка. А дальше у нас вот такая вот сумочка. И на сумочке вот такая блямбочка. И тут в инструкции по применению, что в принципе можно сюда положить фотик, у которого штативчик, не штативчик, пардон, этот, как он там, выдвижная эта фигня снимается. Забыла я, как называется эта выдвижная фигня. Мягкий футляр для переноски. Потом вот для такой же вот камеры, значит, и просто для фотика какого-нибудь цифровика. И показано, как это можно суметь. Забыла, блин, как называются те фигни, которые можно уложить вот в эти кармашки. Сначала я думала, что нафиг мне эта сумка, потому что тут такие кармашки, вот эти вот, ну нахрена они тут. А потом поняла, когда вышла из магазина, что резиночки довольно тугие. И при желании туда можно что-то положить, и оно не упадет и не выпадет. Так, сейчас мы с вами отрежем эту бирочку, которую я специально не отрезала, а то у меня ножик, ножиком особо ничего не отрежешь. По крайней мере, такое объектив. Короче, можно сунуть фотик, у которого объектив съемный, в эту сумочку. И вот эти съемные части объектива, запчасти, можно засунуть вот в эти кармашки. Причем срезали мы с вами вот эту хренатеньку. Вы можете поставить на паузу и глянуть, что там такое. А теперь мы сейчас с вами немножко отсобачим эту вот стягивающую бумажечку, не бумажечку. Иногда ногти очень даже нужная вещь в рационе человека. Вот мы ее отсобачили. В каментах я читала, что ручка не отстегивается. Это тупо дикий такой минус. По мне, так, нафига ее отстегивать? Если она мешает, то как бы можно ее сюда, вверх, вниз убрать. Вообще, хорошо, что она регулируемая. Отстегивается она, не отстегивается. Как бы вот только с одной стороны. Ну, с одной стороны, как бы она конкретно так пришита, с другой стороны, она как бы так пристегнута. Я считаю, что это очень даже нормально. Потому что, если вы хотите что-то, что можно прицепить на ремень, то покупайте чехол. А если вам надо что-то такое, что вы пошли и погуляли, и достали, и убрали, или куда-то поехали, и знаете, что оно будет захранено от влаги, пыли и противоударной, то сумочка оптимальный вариант. Можно даже зафигачить сюда ключи. В карманчик, я думаю, положить телефон, взять эту сумочку и пойти погулять. В ближайшее красивое место. В общем, у нас тут такой, типа, как бы карабинчик. Такая застежка, не застежка. У меня похожая застежка есть в уменьшенном, правда, виде. На упряжке, с которой, как бы, надо бы выгуливать кота, но кот ее, как бы, не воспринимает. В общем, дальше у нас вот такая крышечка. Вот такая крышечка. И, кстати, мне тут расстегали эту змеечку. Я ее сейчас застегну заново. В магазине, дабы показать, что вот она, как бы, дееспособная эта сумочка. На сумочку у меня гарантия 3 месяца. В общем, застегается вот эта вот змеечка. И тут при всем желании ничего не попадет. Вниз, внутрь. И застегается эта змеечка. Закрывается эта крышечка и, вуаля, все туго. Ну, у нас тут надпись Сони. В принципе, что еще должно было быть написано. Сейчас мы обратно вскроем эту сумочку с вами. Тут, кстати, она такая двойная змеечка точечнее. Двойной такой хвостик. Можно за одну закрыть, можно за другую закрыть. Можно за две закрытия внутри на середине оставить. И внутри у нас тут, как и обещано производителем, два отделения. В принципе, эти два отделения могут стать одним отделением, если снять вот эту липучечку. Если вы не верите, то вот. Это липучечка, действительно. У меня с подобной липучечкой на сумке-переноске для ноутбука что-то подобное было. И, в общем, так. Вот камера. Можно вот так, конечно, сделать. А можно, я думаю, даже вот отсоединить эту липучечку. И положить сюда камеру. Я думаю, даже можно вот так сделать. Сейчас я покажу. Как я подумала. Сверху можно пристроить какое-нибудь там зарядное устройство, или провода, или еще что-то. Вообще, я подозреваю, что под зарядное устройство у нас вполне есть вот этот карманчик, который, я думаю, можно при желании приспособить под телефон. Жаль, телефон у меня вне доступа. В каком-то другом месте. Ну, да не суть. И вот здесь уже у нас такое маленькое отделение, куда у меня засовывается палец. Под флешки. Так как сюда, в такую камеру, подходит микро-SD флешка, но она как бы идет обычно с переходником. Сейчас я даже не поленюсь, покажу вам подобный переходник. Вот такой вот. То можно, в принципе, вот запасную флешку здесь держать в таком вот переходнике. Даже не поленюсь ее засунуть. Вполне себе влезает. Закрывается оно у нас на змеючку. Раз отделение, два отделения, три отделения, четыре отделения. И практически шесть отделений, потому что одно или большое, или разъединено другим отделением, перегородочкой. Сейчас мы это счастье закроем. Да, конечно, минус вписание на вебку, которая стоит на мониторе. Приходится это все поднимать. Все. Теперь вы можете не сомневаться, что ваша камера под насчитой. У нее теперь есть свой собственный домик. Она практически как черепашка. Испугалась чего и забралась в панцирь. Вот такой у меня обзор. Если вы решили остановить свой выбор на покупке сумочки для подобной камеры, если у вас Сонька типа моей, или просто какая-нибудь камера типа моей, или просто Сонька типа моей камеры, или еще что-то такое, то палец кверху. Всем спасибо за просмотр и пока!